Когда нам говорят, мы как в Европе, я говорю, почему мы как в Европе? Европа сейчас в стагнации находится, и мы сегодня по некоторым позициям их опережаем. С этого заявления начал демонстрацию возможностей Сочи. Анатолий Пахомов громкие слова подкрепляет не менее громкими цифрами. Курорт в летние дни загружен на 100%. Глубина загрузки достаточно высокая. Но сейчас понятно, что это чемпионат мира по футболу, и уже пляжный сезон идет полным ходом, и Адлер, по сути дела центр, да и Хоста загружены под 100%. Но зимой, надо отдать должное, мы тоже загружаемся до 83%. То, что город не обделен вниманием туристов, гости, а это представители муниципалитетов Краснодарского края, смогли убедиться во время прогулки по исторической части Сочи. Участники хотели здесь построить тоже большой дом. Ну, понятно, это историческое место, центр Сочи, вот море. Ну, мы заставили их сохранить это здание, они сделали реконструкцию. И, естественно, определили, как место мы определили, что отсюда нужно начинать все экскурсии пешеходные, потому что это является историческим местом, потому что отсюда зарождался город Сочи. Форт Александрия – прекрасный пример, как частные инвестиции идут только во благо городу. Сочинский бизнес понимает, что вкладывать средства в историю не только почетно, но и выгодно, ведь подобные места на курорте являются центром притяжения для многих тысяч гостей. Олимпийский университет – еще один плод частного государственного партнерства. Пятизвездочные отели и учебный кампус слились в едином архитектурном ансамбле. То, что мне понравилось, и это, конечно, большая заслуга Анатолия Николаевича, мэра вашего города, это то, что у вас очень социально ориентирован бизнес. Он принимает участие в социальных объектах, в социальных проектах, и это очень важно. Этот бювет презентовали на День города, как и легендарную фитофантазию ее восстановили в прошлом году. Ботанический сад стал финальной точкой исторического бульвара и экскурсии, которую провел для своих коллег глава Сочи. Показали и красоты нашего города, потому что они, наверное, приезжают сюда, но не всегда могут себе позволить пройти по историческому маршруту. У меня уже опыт, как вы заметили, неплохой есть быть экскурсоводом. И я с большой гордостью коллегам рассказывал о том, что мы создали, что мы сделали, чем гордятся сочинцы. Гордятся сочинцы не только морем и не только отдых на пляже, могут предложить своим гостям, в том числе юным. У Сочи убедилась высокопоставленная делегация, богатая история, которая каждый день дополняется новыми страницами. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.